Перепелкин Игорь Александрович родился в 1966 году, 23 февраля. Учился в пятой и средней школе города Саратова, собственно, в котором и родился. Школа простая в заводском районе. Мы были 13 выпуском. Удивительным 13 выпуском, из которого 99% с окраин заводского района поступили в ВУЗы, стали очень замечательными людьми. У нас есть друзья-одноклассники, которые значимые люди в КГБ или ФСБ, руководят целыми армиями на Северном флоте, просто тащат экономику нашего города. Тогда все было проще, чем сейчас. Что же сказать про себя? Школа была интересной, мы очень много занимались творчеством. Я, конечно же, хочу в первую очередь вспомнить своего учителя, классного руководителя, вдовину Валентину Василину, учителя литературы, которая была необыкновенным творческим человеком. Она пробила писать, заниматься литературой какой-то. Можно? У нее был удивительный литературный талант и необыкновенное желание работать с детьми. И она создала школьный театр, и для него специально переписывала какие-то сказки, композиции. Школьный театр был в то время, наверное, замечательным, потому что тогда поддерживалось государством творчество детское, и школьные театры поддерживались. И наш театр стал даже где-то там каким-то областным рулятом, чего-то там. В то время, конечно, не было камер, автоаппаратов, но кое-что осталось. И вот сегодня, оценивая позиции того времени, я думаю, что это, конечно, был подвиг большой человеческий Валентина Васильевна. И очень много людей, наверное, находившихся рядом с ней, выбрали свой путь каковой. Я думаю, что и на меня каким-то образом это повлияло, потому что жизнь в хореографии, в творчестве, наверное, все-таки ей заложена в жизни. А Вы уже тогда были вместе в хореографии? Нет, в хореографии все было немножко труднее, сложнее. Я вообще очень... Я вырос в семье инженера, изобретателя, художника и в семье врача. И поэтому вот одновременно стремление и к живописи, и к техническому творчеству. Мы сидим все в компьютерах, вот видите, да, тут у нас вот как бы следящие глаза везде, все остальные, да, картины везде в школе висят. И плюс семья врача еще, я все время стремился к этой профессии, в основном к физиологии, к физиологии спорта. В детстве когда-то я тоже занимался, там, пушками в воду, подводным плаванием. Вот это все сочетание, оно вот нечто такое, что сегодня Перепелкиным называется, оно как бы и создало. Вот. И вот в свое время родилась такая вот, какая-то интересная идея движения человеческого тела, красота человеческого тела. Художественная гимнастика, но саратовская была мне очень близка, и очень многие интересные люди встретились, о которых я могу рассказать, конечно, естественно. Вот. Ну и, конечно, вот физиология спортивная. То есть, как строится человеческое тело. Это уже после школы, да? После школы я поступил в медицинский институт, проучился там два года, потом в силу разных обстоятельств закончил педагогический институт, специальность биология, химия. Вышедший оттуда, я уже создал вот коллектив, некий в Доме пионеров тогда, в Волжского района, была секция художественной гимнастики, которая потихонечку-потихонечку перевросла в детский спортшоу-балет «Антре». Потом детский спортшоу-балет «Антре» превратился в школу, в хореографическую «Антре», вот, которая сегодня и на полу Европы известна. Каким образом художественная гимнастика? Получилось так, что были знакомые какие-то, с которыми мы вместе в свое время, когда я еще тренировался, там как-то девчонки какие-то, мальчишки, все как водится там, да, какие-то общения. Ну, что может быть красивее парушника в закатном море под распущенными парусами, скачущие лошади и танцующие женщины, да? А танцующие женщины на сегодняшний день – это совершенство тела, это, конечно, художественная гимнастика, конечно, это балет одновременно, да? Ну, вот, эстетические чувства папой заложенные, медицина мамой заложенная, вот они в конечном итоге вот к чему-то такому. Вообще, очень сложный путь, трудно сейчас анализировать, это было так давно, и хуже от себя копаться. Каким образом получилось, так или иначе, мы встретились с Саратовской художественной гимнастикой. Я хочу вспомнить три фамилии очень интересных людей, которые однозначно в моей жизни очень много сыграли. Это прежде всего, слава богу, ныне здравствующий старший тренер, тогда старший тренер она была, Людмила Николаевна Демидова, старший тренер школы художественной гимнастики «Локомотив». Интересный человек, мы два года назад отметили юбилей 60-летия. Это вот как раз кузница художественной гимнастики. В то время старшим тренером сборной области была Галина Александровна Айдаркина, замечательный тоже тренер, чудесный, ныне она сборную Аргентины тренирует, уже, наверное, четверть века живет там в Аргентине. Очень многому она меня, конечно, научила. Вот если вы заметили, в школе всего 220 квадратных метров всей школы, да? Мы когда привозим наших детей на какие-то международные фестивали, они там какие-то места занимают определенные, очень неплохие, спрашивают, что у вас за школа такая, что это за город Саратов такой, что это за город Саратов, что у вас за школа, я говорю, город небольшой, на Волге, симпатичный, уютный, торговый городок. А в школе у меня 200 метров всего. Меня спрашивают, вы нас, наверное, обманываете? Либо вы свой город не любите, либо страну так не может быть. На 200 квадратных метрах не выращивают таких артистов. Так вот, в свое время я еще был совсем молоденьким мальчиком, Галина Александровна Айдаркина, я только-только начинал работать, Галина Александровна мне сказала, не важно, что у тебя маленькая школа, не важно, что тебе негде уместиться. Вот тысячи тренеров по художественной гимнастике могут взять девочку и в большом огромном зале, 15 метров высотой потолки, 15 на 15 метров ковер там, да, могут научить ее три раза кувыркаться, тебе булавы ловить, подбрасывать три раза кувыркаться, булавы ловить. Ты попробуй у себя на хрущевке, в пятиметровой кухне все это сделать, вот тогда ты будешь мастер. Я понял, что ничего с тех пор в Саратове не изменится, и мы вот начали учиться, учиться учить детей на кухне, фактически. Ну, собственно, это и продолжается, ничего не изменилось. Она-то уехала в Аргентину, слава богу, там же все хорошо, вот, но мы пока здесь, слава богу, этим занимаемся. Еще третий человек был замечательный, Влада Кайя, Татьяна Евгеньевна Малютина, к сожалению, ее сегодня уже имеют с нами. Она была очень обыкновенным человеком, очень любящим детей и очень по-доброму к ним относящимся. То есть, человек вообще ни от мира сегодня в художественной гимнастике, ни в чем-то вот еще, она просто была очень творческим человеком. И с ней, я бы, всегда была красота, всегда было творчество какое-то, причем творчество очень высокого уровня, потому что спорт, он как бы не терпит, дилетантство. Впрочем, как и искусство. Вот, и вот эти три человека, конечно, очень много чего сыграли в моей жизни. И когда мы поняли, что мы на двухстах квадратных метрах все-таки, или там на кухне, на хрущевке, конечно, не вырастем хороших спортсменов, мы поняли, что нужно все-таки идти в творчество. Ну, потихонечку начали делать какие-то творческие номера, и вот эта секция художественной гимнастики, которая была создана там 25 лет назад при Доме пионеров Волжского района, она потихонечку переросла в спорт-шоу-балет. Потом потихонечку спорт-шоу-балет превратился в хореографическую школу. И, собственно, вот таким образом родилась хореография. Я хочу сказать, что наши вообще стремления и наши идеи, они, в общем-то, не очень сильно отличаются от становления вообще понимания того, что происходит вообще в мире, да, в пластическом искусстве. Как потихонечку зарождалась художественная гимнастика, как в России рождался современный балет, и в конечном итоге, как вот, что мы сегодня имеем, да, от классики к современности. Вот, собственно, база художественной гимнастики заложенная дала нам возможность создать школу современного балета. Не уличные танцы, не уличные направления, не шоу, а именно профессиональное, сценическое. Ну, я не люблю слово «профессионалы», потому что им сегодня бравируют все, кому не по позе. И слово «профессионал», оно имеет очень четкую подоплеку под собой, соответствующую государственным стандартам и всем остальным вариантам каким-то, да, поэтому слово «профессионал», оно очень много трактуемое и очень неправильно. Но, тем не менее, вот, создать школу, которая дает базу, достойную для того, чтобы работать на сценических площадках, именно театральных, а не каких-то шоу, а, в смысле, работать на творчестве выше пояса. Вот, современные балеты выше пояса, я думаю, что сегодня все-таки школа «Антре» представлена. И необыкновенно мне приятно, что вот тот переход из художественной гимнастики в искусство помогли нам сделать все-таки звезды классического танца Саратова, да. На сайте все эти фамилии есть, можно все это посмотреть, на нашем сайте «Сарантре.ру». Но, тем не менее, конечно, стоит об этом сказать. Прежде всего, это, конечно, Людмила Анатольевна Теллиус, наша народная артистка, слава Богу, в настоящее время живущая, одна из трех народных артистов за всю историю балета в Саратове существовавших. На сегодняшний день она художественная руководитель нашего Саратовского училища хореографического. Маргарита Александровна Адашевская, Роза Васильевна Бакулина, Майоров Валерий Васильевич, Володя Потюков. Всех фамилий перечислить невозможно, но это те люди, которые начинали вместе с нами работать и привнесли дух профессионального русского классического балета в нашу школу. Умение работать, правильную постановку вообще образовательного процесса, выучки человека. Понимаете, как вот умение сделать человеческое тело очень мобильным, очень гибким, прыгучим, вращающимся и так далее, там подобное, с одной стороны, от художественной гимнастики, с другой стороны, от русского классического балета, это правильная школа, там, я не знаю, выворотность, постановка корпуса, что называется школой, русская балетная школа. Вот это накладывалось на себя, и это помогло нам создать вот вариант той самой школы, саратовской хореографической школы Антре, которая, собственно, и ценится, наверное, за то, что Антронарп сегодня работает в том стиле, в котором работает мировое балетное искусство современное. Дело в том, что в Саратове, не в Саратове, а вообще в России, как бы современный балет, он немножко по-другому развивался. Почему-то в России сложилось мнение, что современным балетом могут заниматься те, кто вот в детстве не учился к классическому танцу, кто, в общем-то, там, в 20-30 лет пришел, он может затанцевать, да, неважно, есть ли у тебя фактура соответствующая. Вообще, есть такое понятие, сцена любит красоту, и в балете, как нигде, это однозначно проявляется. Либо, что такое инструмент в балете, да, это вот, если там в музыке это там скрипка, фортепиано, там что-то еще, если скрипка Страдивари, значит, на ней можно извлечь хорошо 24-я каприца погоню. Если ее там сделали топором в коллагривовке, в какую-нибудь эту скрипку, да, из нее вряд ли звуки извлечешь. То же самое и тело танцовщика. Либо оно профессиональное, выученное, поставленное, значит, из него звуки будут извлечены правильные. Если его нет, этого тела, значит, мы будем что угодно выдавать за музыку, но только этой музыкой это не будет являться. Вот точно так же и в хореографии, в современной, в современной хореографии модерн, в джаз, именно такая тенденция сложилась в мире. То есть весь мир сегодня понимает, что основа танца, это, конечно, хорошо выученное тело, и в том числе и русская школа классического балета, и только потом уже все остальное. В России вот почему сложилась такая тенденция, что в современной танце можно танцевать всем, кто недоучен, у кого нет и данных, каких-то всего остального. И это все подается так, чтобы вот этот недостаток взяткнуть какой-то драматургии, какой-то вот русской душой, гумилевские позиции вспоминаются, да, но Гумилев еще сказал, что русская душа ушиблена пространством, в принципе, да. Вот поэтому тут ситуация, на самом деле, очень простая. Первое, элитное искусство, оно всегда, это прежде всего данные от Бога, второе, это, конечно же, техника, которую ты получил от хороших учителей, от правильных. И в третью очередь, это, конечно же, балетмейстеры, которые поставят тебе хорошие номера. Не люблю этого слова, но все-таки балетмейстеры профессиональные, которые знают технологии, говорят, не Боги горшки обжигают. Все мы говорим, не Боги горшки обжигают. Каждый из нас готов взяться и сделать что угодно. Все забывают вторую часть поговорки. Не Боги горшки обжигают, запятая, но мастера. Вот, когда все эти позиции сходятся, тогда получается какое-то искусство, получаются действительно интересные какие-то вещи, вещи интересные всем. Не только одному месту, не только одному району, одной школе, одному городу, а интересные вещи мирового искусства, хотя бы даже с сегодняшнего дня. Вот такой вопрос у меня. Вот вы пришли в начале в Антре. Это в каком году вы пришли? Ну, я не совсем пришел в Антре. Мы его сделали, это Антре. Я пришел... Хорошо могу рассказать эту историю. У меня был такой период между медицинским университетом и педагогическим институтом, когда я для себя думал, нужна ли мне медицина, или что-то мне другое в этой жизни нужно. И мой папа, он был главным инженером Научно-исследовательского института химических источников тока, там куча патентов тоже, изобретением всего остального. Он решил своего непутевого сына чему-то поучить. И он меня устроил в этот же нехит, там, каким-то лаборантом в какой-то отдел, который занимался новыми источниками тока и всего остального. Год я там ровно протянул и понял, что даже самый научно-исследовательский институт, даже самый замечательный человек без образования нужен только для того, чтобы в то время, помните, как был, в колхоз вскапывать картошку. У нас есть одна единица, лаборант научно-исследовательского отдела, в колхоз вскапывать картошку. Вот я год покопал картошку, поубирал эти урожаи и понял, что все-таки нужно учиться дальше. Меня взяли с моими результатами медицинского института на третий курс педагогического института. Сразу я его там как-то уже заканчивал заочно. И одновременно, значит, я работал, тогда была такая организация, была очень интересная, называлась Межсоюзный дом самодеятельного творчества, был софт-профа. Это в то время, когда была коммунистическая партия профсоюза. Вот там был такой Владимир Григорьевич Голуб, замечательный директор, тогда удивительный, совершенно, очень мудрый такой человек, который понимал, что такое творчество, что такое человек, который там растет в этом творчестве, как он становится. Но, тем не менее, в подчинении этого дома, Союзного дома самодеятельного творчества, был софт-профа, были все наши клубы, все наши дворцы культуры, все вузовские клубы и так далее, и тому подобное. И профсоюзы, они не просто были школой коммунизма, они еще и были финансирующей организацией тогда, в то время. И моей задачей как раз было заниматься дискотеками, вокально-инструментальными ансамблями. Но я всегда завидовал тому методисту, на ком была хореография. И в этом, чтобы долго уж не рассказывать, бесконечная история, можно говорить бесконечно, просто так вот, немножко касаясь каких-то моментов, в этом Миссаревском доме самодеятельного творчества была такая услуга. Там были две книги регистрации. Значит, и дежурный методист, независимо ни от чего. Значит, звонит тебе директор клуба и говорит, дежурный методист, здрасте, вот нам сегодня нужно руководителя такого-то коллектива, там, ну, не знаю, вокального, там, не знаю, гребли, там, не знаю, спортивных каких-то секций, там, гармошки саратовской, чего-то еще. Записываем книжку. Потом звонит какой-то человек, другая книжка, и он, значит, там говорит, вот я такой-то, такой-то, скажем, я там, Суходоев, там, ну, такой-то, вот у меня цирковой коллектив, и я хотел бы вот его вести им руководитель, там, скажем, там, ну, не Кочнев, но, там, допустим, вот, тоже, вот, такой-то руководитель, я бы хотел бы оркестр какой-то там вести. Это, не дай Бог, соврать, это середина 80-х годов. И вот я как раз дежурный методист, раздается звонок, и мне говорят, у нас в Волжском районе открылся дом пионеров, не могли бы вы нам помочь руководителей коллективов найти? Я говорю, ну почему нет, пожалуйста, да, вот у нас как раз сейчас есть вокальные студии, у нас есть парусный спорт, у нас есть цирк, цирковой коллектив, хотите, да, пожалуйста, дайте, ну, их соединили, через месяц-два раздается опять вопрос, спасибо вам большое, все они работают, мы создали кружки, а вот не могли бы вам вот такого направления найти руководителей коллективов? Я говорю, ну почему нет, давайте попробуем, тоже кого-то нашли, отправили. Через три месяца еще вопрос раздается, а вот спортивные какие-то, вот вы могли бы нам предоставить? Я думаю, да что ж такое, в конце концов, а я уже параллельно с этим работал там методистом на стадионе Локомотив, спортивным инструктором, заучим в школе художественной гимнастики, вот так параллельно все многими путями шло. Ну, почему не подработать? Я говорю, давайте откроем у вас там секцию художественной гимнастики какой-то. И я нашим девочкам, значит, саратовским, говорю, вот есть такое предложение там открыть секцию художественной гимнастики. Ну, все же гастера понимают, что для художественной гимнастики все-таки нужен зал, специальное все остальное. И говорят, Игорь, давай, вот ты сам, вот тебе мастер спорта в подмогу, вот тебе наш главный концертмейстер, давай. Ну, и лишняя подработка там. Тогда вот сейчас где прокуратура Волжского района, там как раз был один маленький кабинетик на втором этаже, там располагался дом пионеров Волжского района, там стояли флаги, барабаны и горные, и все приходили руководители всех коллективов получать туда зарплату, а кружки были все по разным школам. И вот, значит, эта секция художественной гимнастики, она начиналась в 20-й школе, сейчас в 4-й гимназии, где Татьяна Николаевна вакуумов директор, значит, во французской школе были какие-то часы, тоже там какая-то секция была, и в 11-й школе на Соколовой горе, вот туда мы ездили, я, Владимир Путюков, такой известный флорограф. годы какие-то? Это середина 80-х где-то, вот 86-й, 9-й, где-то вот так вот. Вот это была секция художественной гимнастики при Доме пионеров Волжского района. Потом, ну, долго рассказывать эту историю, если захотите, зайдёте на сайт, посмотрите, там подробности какие-то есть о том, как секция художественной гимнастики превратилась в центр эстетического воспитания детский спортшоу Балет Антре. Сразу хочу сказать, что вот в моей жизни три человека очень интересных встретились, опять же, вот тройка святая, как всегда, да, которые помогли всё это сделать. Это была Наталья Даниловна Уварова. Она сначала была директором 20-й школы, сейчас она 4-я гимназия, потом она стала начальником отдела образования Волжского района, потом был Иван Иванович Должников, совершенно замечательный человек, он был зав ГУРАНО, когда был ГУРАНО, сейчас комитет по образованию город, тогда был ГУРАНО, Иван Иванович Должников. И была замечательная женщина Губенко и Леонора Хацкелева, она такая, это был Малый Совет, как сейчас даже могу сказать, Малый Совет, Большой Совет Правительства области, я даже не знаю, как сейчас переименовываются постоянно. Собственно, вот три человека собрались, и наши родители, и активист наших родителей была такая Надежда Николаевна Ефримова, замечательная женщина, вот, дочка её до сих пор у нас за учим работает, вот эти четыре человека нам помогли создать свою собственную организацию. Детский, спортшоу, балет, центр эстетического воспитания. Потом всякие в стране революции, переименования, меняется строй, меняются системы политические, меняются структуры эти, меняются формы образовательных учреждений, юридические статусы, приведение какой-то общей номенклатуре этих образовательных учреждений и всего остального. Ну, четверть века, ну, что там говорить, мало для чего было. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день это муниципальное учреждение дополнительного образования детей, Саратовская детская хореографическая школа. вот живем, работаем, ну, что еще сказать. Могу про высшее образование рассказать в Саратове хореографической. Тоже вот такой был интересный момент, когда мы поняли, что, собственно, для чего мы выпускаем танцовщиков, не люблю этого слова, но хочется все равно к нему возвращаться, которые хотят работать профессионально. нужно было решить такой для себя вопрос. Вот они заканчивают школу, работая там, не знаю, по 8, по 12 часов в день. Где им работать дальше? Была попытка в Саратове открыть театр современного балета. И, собственно, было очень много людей, которые нас поддерживали, деятели искусств, в том числе, очень интересные, письма какие-то писали. Не буду говорить тем, кто нам помешал это сделать. Не буду говорить. Хотя, если возникнет такая ситуация, почему бы не вспомнить добрыми словами всех, в том числе и тех, кто не дал этого сделать. Этого не получилось. Мы тогда попытались каким-то другим образом удержать в Саратове наших выпускников, потому что понятно, что если у тебя негде в Саратове работать, негде учиться, они все собираются и уезжают. Это еще недавно происходит во всех сферах культуры, во всех сферах. Что там об этом уж грубо говорить, а уже балетистые тем более. Потому что товар штучный, работать и учиться очень трудно, и работать хочется творчески, потому что жизнь-то танцовщика очень короткая. 138 лет уже пенсия балетная в принципе. А на сегодняшний день 14-15-летние танцовщики это уже очень яркие люди на уровне мирового балета. Поэтому привести к такому уровню к 14-15 годам, чтобы как можно дольше была жизнь творческая человека, нужны специальные методики. Мы ими занимались, мы чего-то разрабатывали. В конечном итоге так или иначе получилось, что встал вопрос все-таки театра не получилось, давайте хоть образование высшее какое-то хореографическое в Саратове сделаем, продолжим это открыть. Бесконечно благодарен тот же самый Леонид Хацкель Негубенко, который школу помогла открыть, Дмитрию Ивановичу Трубецкову, ректору тогдашнего университета, потому что собственно с его помощью и подачей и все, что дальше произошло, было сделано. Марку Абрамовичу Пенхасику, директору клуба СГУ, Бурнаеву Александру Гавриловичу, доктору философских наук, кандидату культурологии, заведующему кафедру национальной хореографии Саранского государственного университета, который собственно меня на все это подвиг, на все это все каналы, связи дал какие-то. Замечательные женщины Галина Яковлевна Никитина, в то время она была проректором Московского государственного университета культуры и искусства Буйки. Собственно, вот с помощью этих людей мы 12 лет назад смогли в Саратове открыть высшее хореографическое образование. Это впервые вообще в истории региона высшее хореографическое образование было открыто в Саратове. я вспоминаю этот разговор с Дмитрием Трубецком он говорит Игорь ну вот представляешь уже лицензия лежит уже все вот мне сюда привезли уже все как бы сделали он говорит ну давай вот где придумать где открывать я говорю ну не знаю Дмитрий Иванович ну вот надо же ну куда деваться все равно надо это открывать он говорит ну давай вот у нас есть возможность на спортфаке открыть я говорю Дмитрий Иванович ну вроде как не совсем спортивная специальность хореографии надо все-таки к искусству к философии к культуре он говорит ну тогда не знаю вот мне сейчас вот только-только отдали пединститут я пока не знаю что с ним делать мы открываем эти реестры возможных специальностей он говорит ну давай так вот либо на музыкальном факультете мусфак он тогда назывался либо подожди три года я чувствую что нам разрешают вузам открывать такие вещи я говорю Дмитрий Иванович нехогда ждать нужно было открыть прошлый год назад он говорит ну тогда на мусфак я говорю ну куда деваться на мусфак так на мусфак открыли мы специальностей на мусфаке некоторое время она там жила работала слава богу работает до сих пор с трудом со скрипом с разными плюсами минусами не знаю не хочу давать никаких оценок я сегодня там уже не работаю немножко нужно мне казалось что нужно сделать немножко другое но я вспоминаю слова то же самое Галина Яковлевна Никитиной кстати вот опять же надо вернуться назад и сказать что в некоторую руку свою приложил тот же самый Иван Иванович Должников который помогал мне школу открывать он выдал какие-то каналы тогда в правительстве Шанцева школа вот такая Муравьева Ирина не та которая актриса замечательная а та которая работала тогда в правительстве Шанцева и они какой-то свой звонок сделали определенный в министерство образования и собственно нам эту лицензию на эту специальность удалось получить и когда я уже ее как бы в руки брал мне сказали Александр ну вот у вас же нет в Саратове вот этих помещений которые здесь у вас заявлены да ну надо знать как открывать специальность там целый огромный пакет документов помещений списка литературы имеющихся в библиотеках и кадровые составы и так далее и тому подобное мне говорят ну вот честно положите руку на сердце я уже держу эту лицензию руку вот нет у вас таких помещений я говорю нет и учебников у вас столько таких нет я говорю ну нет ну наверное у вас и кадров таких нет однозначно мы же знаем Саратов хорошо я говорю ну пока нет но у нас есть старая балетная школа классическая дайте нам 5 лет через 5 лет все будет гид Александрович успехов вам будем вас поддерживать мы хотим сказать словами Ленина вы великий мечтатель мистер Перепелкин я сейчас я сейчас их слова вспоминаю потому что к сожалению не все возможно одним молодым напором и одним желанием и одним горением к сожалению есть вещи которые просто неразможно мухом перешибить но тем не менее высшее образование хореографическое в Саратове есть пускай она сегодня самодеятельная пускай она сегодня готовит руководителей самодеятельных коллективов но за 10 лет я могу вот точно сказать что в Саратове выросло очень хорошее не в Саратове а в Саратской области очень хорошее поколение руководителей хореографических коллективов которые образованы которые знают эту специальность со всех сторон которые владеют разными технологиями педагогическими балетмейстерскими обстановочными сценографическими то есть появились очень интересные коллективы интересных костюмов в своих жанрах работающие я думаю что это все было сделано не зря и оно конечно развивается не могу не сказать еще одно огромное спасибо Игорю Рудольфовичу Плеет он в то время был директором педагогического института и когда ему Дмитрий Иванович Трубецков ректор когда СГУ позвонил сказал Игорь Рудольфович вот у нас есть такая идея давай вот встретись поговори с человеком я к нему пришел я совершенно не был готов к встрече я был не брих я был в грязной какой-то майке вот как сейчас в потной только вышедшей из зала из балета но только поработавши его слава Богу не испугало и все что мы дальше сделали по развитию этой специальности вот тогда когда он работал директором педагогического института это собственно нижайший поклон потому что он находил деньги для того чтобы закупать учебники он находил возможность чтобы делать плановые внеплановые командировки могу это говорить чтобы привезти там какие-то бумаги он поддерживал меня когда нужно было там какие-то фестивали задумать интересные и он давал средства для того чтобы напечатать афиши под фестивали эти мы привозили коллективы интересные из Москвы балетные коллективы причем это не абы кого своих знакомых а это люди которые ставят спектакли в Большом театре в цирке Дюс-Аллее например то есть это первые имена России известные на весь мир которые авторски работают очень интересно он без проблем давал места в общежитии давал им возможность как-то там обустроиться что-то то есть вкладывал в это средство деньги с ним было очень легко работать и не возникало никогда вопросов когда нужно было выучить хороших людей дать им хорошее образование тем людям которые ну помните как в старые времена тогда ты закончил среднее специальное образовательное учреждение какое-то в балете академию хореографическое училище имени Вагановой куда выше в мире уже выше нет ничего фактически это академик танца но все проходит и мы все воспринимаем теперь диплом о высшем образовании им тоже нужно было это высшее образование получить хотя они уже инородные артисты и так далее там подобное он это понимал он шел на открытие каких-то вот новых возможностей образования сокращенных каких-то там экстернатов чего-то там ну и так далее там подобное то есть огромное спасибо конечно ему в этом деле вот так все это складывалось и я хочу сказать что сегодня все наши дети которые наши выпускники которые захотели остаться в Саратове которые сегодня работают с нами которые делают свою славу современному балету сценическому именно сценическому не уличному а именно сценическому пространству такому они как раз выучены вот те в два в три первых набора это очень хорошие курсы и я собственно не жалею что они потратили силы и время и вот собственно что я хочу сказать сегодня говоря о школе там доска почетка какая-то была на которой там вывешивали наши портреты невозможно говорить и себе если говорить о своем коллективе часть моих учеников которые работают они возможно на сегодняшний день уже достойнее чем я если будем говорить о том кого стоит на сайт поместить есть вот и Лена Прошина которая сегодня в нашей школе работает это любимая ученица директора Парижской Академии профессионального джазового образования Рик Одемса и Мэтт Матокс Мэтт Матокс это один из мировых звезд друг Фреда Астера вообще основоположник модерна в мире и так сказать это его любимая ученица и куча фотографий рядом с ней и всего остального человек который интересен тому же Ханс Ван Маннену легенде голландского балета нас с ними встретили и они были приятно удивлены что Россия их знают туда-сюда и я думаю господи да как же они могут удивляться мы заходим в национальный музей Нидерландов Рейс-музей где выставка я не знаю там ну всего лучшего что за последние там ну я не знаю 500 лет вообще собрано в искусстве Европы и всего остального где Рембрандт самая большая коллекция музея Рембрандта второе название у него первое что он встречает на лестнице это портрет королевы по правую руку нобелевский лауреат в химии по левую руку Ханс Ван Маннен стоит и этот человек с нами сидит вместе в зале и вместе с нами спокойно общается фотографируется очень приятно и он еще узнает и он еще говорит но это все там здесь пока немножко по-другому но вот видите раз вы к нам пришли значит мы наверное четко а вот как часто вы были на гастролях в каких странах вы бывали расскажите я думаю что это не очень благодатная тема по одной простой причине что возить детей на сегодняшний день по фестивалям достаточно трудно ибо саратовские дети они к сожалению сегодня очень мало мест где все происходит бесплатно где за тебя платят организаторы где они что-либо вот как бы делают сами а тебя просто приглашают за то что ты есть таких мест становится очень мало весь мир сегодня коммерческий и даже на хорошие фестивали выехать очень трудно потому что нужно хотя бы заплатить за проезд до Москвы и до той страны до которой тебя везут даже если там все все организаторы все берут на себя за то что такое замечательное чудесное за то что ты же такой герой там чипает вот и это составляет очень большую сумму на сегодняшний день и далеко немногие дети способны это оплатить слава богу я не знаю какую благодарность кому возносить то ли губернатору то ли мэру то ли президенту то ли нашей волжской администрации что школа антрея сейчас бесплатная то есть мы имеем возможность брать талантливых детишек и учить их бесплатно потому что если это было бы коммерческим предприятием конечно ни о каком мастерстве ни о чем уже ни о каких делах мы уже не говорили а говорили о том чтобы только побольше и только чтобы хоть как-то заработать школа пока бесплатная мы берем тех у кого есть данные у кого есть возможности кому талант бог дал а это далеко очень далеко не всегда дети из обеспеченных семей те которые умеют работать те которые ценят просто умение общаться те которые готовы впитывать этот мир людей которые готовы уделить внимание они за мои деньги все что хотите я вам заплачу вы сейчас мне все сделаете понимаете тенденция очень высокая такая к сожалению очень сильная тенденция в ту сторону за мои деньги все что угодно есть детки которые талантливые действительно к сожалению далеко не всегда платежеспособны и возить их конечно очень трудно поэтому вот я езжу ездят мои ближайшие соратники но опять как мы ездим мы ездим либо в качестве членов жюри либо в качестве преподавателей мастер-классов каких-то и вот скажем у нас есть такой проект называется международная летняя школа танца виво-данс и уже 8 лет будет в этом году мы ее придумали вместе с президентом международного благотворительного фонда наше будущее Вера Санной Барбаной она живет в Волгограде она почетный житель города Волгограда она заслуженный учитель она почетный работник заслуженный работник культуры почетный работник образования и так далее там подобное она занимается фестиваль у нее своя студия вокальная и я плюс к всему она еще занимается вот этими всякими конкурсами как-то случайно она совершенно вышла на меня лет 8 назад и говорит вот Александр звонок раздается у меня вечером мы плывем тут на кораблике называется Александр Невский у нас тут 350 детей и мы плывем на фестиваль который должен пройти в Саратове но нас подставили так что мы должны сейчас приехать а у нас ни сцены ничего как бы нет я говорю а почему мне звонить он говорит ну нам вот как-то там сказали чего-то как-то что-то почему на меня вывели не знаю можете ли вы что-либо сделать что я могу сделать я звоню опять своим друзьям Марку Абрамовичу Пинкасику тот же клуб СГУ Саратовского государственного университета говорю так и так надо выручать ребят они приехали и сложилась такая интересная штука кораблик надежды кораблик надежды это проект фестиваля межрегионального который уже 8 лет существует тоже они приплывают нам каждые майские праздники 2, 3, 4 мая сюда в Саратов Волгоград со всех концов мира из Болгарии иногда и даже один раз из Америки были но в основном конечно Россия просторы СНГ от Ханты-Мансийска до Москвы и Петербурга прилетают дети садятся на этот кораблик надежды Александр Невский тогда он был сейчас не знаю какой будет проход приплывают к нам на корабле идут конкурсы всякие все остальное 5 и 10 приезжают к нам здесь проходит заключительный фестиваль на сцене 10 корпуса СГУ проходит награждение на следующий день потом берут наших специалистов каких-то по вокалу по хореографии сойдутся на этот пароход плывут дают мастер-классы в течение двух суток различные доплывают до Волгоград и оттуда все на самолетах на поездах разъезжаются в свои места вот такой был проект и спустя там некоторое время такого сотрудничества мы придумали вот эту вот летнюю школу танца Виво-данс что это такое это лучшие педагоги хореографии которые на сегодняшний день готовы работать с детьми это педагоги ГИТИСа ГИТИС государственное сутки театрального искусства сейчас он называется российский университет театрального искусства да славянская академия культуры академия танца Нестерова Нестерова и Наташа это все московские вузы да с Украины приезжают народники из Саратова там допустим я Лена Прошина наша группа танца под патронажем собственно Саратского государственного университета ГИТИС и фонда международного нашего будущего вот этот вот конкурс танца проходит конкурс танца Виво-данс и летняя школа танца Виво-данс на нее съезжаются все значит преподаватели вузов студенты вузов маленькие детишки которые вообще ничего не умеют сильные танцовщики разных возрастных категорий и каждый год мы привозим специалистов которые дают интересные мастер-классы различные направления в течение 7 дней значит дают теорию какую-то дают видеоматериал о современных балетах о каких-то некоторое время до предыдущих года приглашали мы Псетинскую Валентину Матвеевну последняя живая ученица со мной Грепина Яковлевна Вагонова по ее учебникам учится во всем мире там как бы ну это живая легенда фактически классического танца вот она приезжала в этом году был Сергей Филатов декан бальтмейстерского факультета Российской академии театрального искусства в разных жанрах в разных направлениях танца приезжают занимаются но я никаким образом не могу вывести своих детей туда поскольку поскольку у них нет иногда денег чтобы просто доехать туда обратно и заплатить минимальную сумму за проживание даже если все организаторы идут на то чтобы не брать с них ни за обучение ничего всего того что как бы я художник руководит этого проекта они как бы со мной вместе не хочу ничего сказать плохого но вот тем не менее ситуация сегодня такова что бедновато возить сегодня детишек а вот какое самое большое ну может быть событие связано с вашим с вашей такой творческой деятельностью ой боже мой но этого и не перечислишь никогда хотя бы какой-то наиболее значимый ну можно из последних пяти лет если только вот тут несколько дней проведенных с Хансом в Анмаденом в Голландии да с легендой балета мирового голландского с одним из новоположников современного танца конечно речь с Мэтмом Атоксом опять же легендой создавшим одно из направлений танцев модерна в мире вообще друг Фреда Астера вы представляете все эти фильмы мы смотрим Человек дождя все остальное там есть везде ну и вместе с ним рядом и несколько дней просто так в обнимку и за одной чашкой кофе ну так ну что тут еще ну живая легенда вообще фактически да все равно что с Эйнштейном вместе посидеть да доктора технических наук наверное или там с Эдисоном наверное да ну примерно так вот это конечно потрясение несколько дней в ростовском театре с Лешей Фадеевичем Леша Фадеевичев Алексей Фадеевичев народный артист руководитель трупа Большого театра некоторое время вот оно соприкосновение с этими людьми оно вот понимаете как-то переделывает изнутри вот и особенно когда ты понимаешь что это не просто икона и это не афиша это живой человек с тобой рядом и он твое вот это вот какое-то просто необычное восприятие восхищение чем-то снимает и он просто начинает говорить о жизни о работе и душа твоя взгляд на какие-то вещи перестраивается на некоторые люди которые этот мир ну создают мир вокруг себя определенный творцы какого-то пространства каких-то определенных вот этих вот вселенных что ли я не знаю как и конечно вот так унаясь ты понимаешь что действительно это событие огромное в твоей жизни да ну а я не знаю не все медали все эти карточки оно как-то не особенно откладывается откладывается вот встреча с людьми с такими а чем вы любите или увлекаетесь вне профессиональной деятельности это надо говорить о первой плане жизни которая была до 33 лет наверное тогда была и живопись тогда было что-то еще сейчас вот я увлекаюсь свободным временем если оно появляется свободное время как говорят французы ах это сладкое ничего не делание это самое счастливое вот ну рыбалку ездить никакая рыбалка если у меня выдается там 4-5 часов просто тупо посидеть перед компьютером в интернете полазить найти что тебе интересно посмотреть обменяться какими-то впечатлениями с кем-то это уже здорово потому что в основном это вот круглые сутки здесь вот мы сегодня пытались с вами встретиться с полу восьмого утра и значит уже начинаются административные дела это какие-то там то совещания то какие-то представисты все остальное потом значит вот здесь вопросы какие-то начинаются в школе с 3-х часов начинают приходить дети начинаются учебные занятия где-то примерно часов в 7 начинаются репетиции заканчиваются их полдевятого то есть 12 полноценных часов жизни отдай работе потом у тебя есть некоторые ночные часы в интернете где-то и в общем-то и все свободное время так что хобби это любое свободное время в которое можно запихать то чем ты не занимаешься каждый день а до 33 лет когда там было посвободнее немножко там были какие-то возможности и порисовать иногда вот отец художник сейчас пройдем по школе посмотрите его картины замечательные чудесные а вы рисовали да у меня были какие-то работы тоже но все это тихонечко ушло отец очень хотел чтобы я стал художником но вот я как-то выбрал другое дело я выбрал живопись по телу не в смысле боди-арт а в смысле вояния человеческих красивых тел в танце во всем остальном для меня вот этот вариант взять маленького ребенка найти во-первых талантливого ребенка во-вторых сделать из него необыкновенную красоту и чтобы она еще эта необыкновенная красота не опустилась в творчество ниже пояса ни по кабакам ни по шестам ни по всем остальным делам чтобы она выходила на сцену и люди смотрели думали не знаю о Жизели о Ромео пускай современными вариантами конечно бы думали сегодняшним каким-то таким взглядом на жизнь не старой классикой но думали вот именно о творчестве о красоте вот оно хобби тут другого-то и не надо театр же он сам по себе предполагает и живопись и поэзия и сценарное искусство и извините меня грубую физическую работу в зале и экзамены у нас куча всяких конкурсов которые мы проводим он конкурс Алексей Горбачев я не сказал кстати о совершенно замечательном человеке о моем друге с которым вот меня судьба свела когда мы начали заниматься именно хореографическим творчеством вот такой Алексей Юрьевич Горбачев он был замечательным педагогом училища хореографического он был главным бультмейстером театра опереты у него спектакли были поставлены в нашем оперном театре был необыкновенный творческий человек очень глубоко посвященный вообще в искусство балета хореографии в том числе и вот современные хореографии именно в разговорах с ним мы много чего придумали тогда как раз и высшее образование в Саратове придумали и конкурс придумали молодых балетмейстеров у нас уже 16 лет идет в школе конкурс молодых балетмейстеров маленькие дети сами ставят номера запрещено абсолютно кому-либо вмешиваться из педагогов туда то есть должно быть чистое творчество либо оно либо он талант есть либо его таланта нет если он есть его надо поддерживать развивать почему это было так сделано вообще людей способных поставить танец профессиональных очень мало они единичные то есть просто своять нечто абы что то есть нечто своять абы что там что не попадя может любой человек который закончил начальное среднее высшее образовательное учреждение технологии а вот поставить его на уровне творчества на уровне искусства таких людей да еще на уровне большого искусства их конечно единицы в мире на сегодняшний день и вот чтобы поддержать вот этот вариант какой-то развития а вдруг чем не шутит судьба если вдруг родится такой ребеночек надо же вовремя увидеть надо его вовремя направить чтобы он не в кабаках номера ставил а чтобы он пошел правильно учиться чтобы он был окружен теми людьми которые смогут научить правильно куда-то довести вот собственно этот конкурс был и создан в 2000 году Алексей Юрьевич не стал Горбачева и вот уже вон какой год 12 год он носит имя Алексея Горбачева этот конкурс и он в разных масштабах проходил этот конкурс бывало просто в рамках школы а бывало на уровне вот и города в том числе с поддержкой Грудольча Плеви и комитет по культуре городу когда это проходило в огромных масштабах вот это все что занимает другое свободное время которого его в принципе после этого и нет а могли бы перечислить с учеников которым вы вернетесь однозначно однозначно я могу во первых сказать что школу заканчивают непростые дети много народу поступает но заканчивают единицы это общая тенденция ибо художественная гимнастика балет все что связано с телом это конечно штучный товар мало того что ты хочешь что-то делать мало того что ты работаешь есть еще такое понятие божьего дара фактура в конце концов строение тела просто да вот бывает что начал ты все неплохо но растолстел ну да просто состояние здоровья даже бывает ибо инструмент тело человеческое поэтому все кто школу заканчивают кто выходит это конечно уже штучный товар если можно так сказать нехорошо говорить товар конечно но это штучные единичные звездочки и конечно я всеми горжусь однозначно потому что закончить школу это очень большой труд их всего на сегодняшний день вот за 25 лет существования проекта Антре ну порядка 90 человек хотя за те 25 лет которые я работаю порядка 7 тысяч детей вот я так примерно перекидывал вот через руки пошли а сколько лет учиться надо две программы двух лет ну это надо к сайту обратиться там либо 7-летняя программа обучения либо 10-летняя там все написано не стоит сейчас вдаваться в эти технические подробности это либо 7 либо 10 лет выпускаются единицы но я хочу сказать что прежде всего конечно это вот абсолютный мой соратник который рядом сегодня со мной и это главный балетмейстер школы руководитель учебного театра педагог по современному направлению танца человек которого я вожу с собой везде всегда это вот любимая ученица того же самого Рика Одумса директор Парижской академии танца Матокса нашей звезды Елена Прошина Елена Владимировна Прошина да у нас сегодня на сегодняшний день отмечена уже премия президента Российской Федерации в поддержку молодых талантов грамоты министра образования значит за соответствующий труд и все остальное хочу отметить Женю Меглинскую Евгения Меглинская но сейчас она уже замужем немножко другая фамилия она живет работает в Москве танцует в труппе Дениса Бородицкого Денис Бородицкий это солист бывший солист ансамбля Моисеева потом в течение семи лет солист знаменитого ирландского шоу Ривер Дэнс и там три года солист Нью-Йоркского театра Билта Джонса Организан Данс Компани а сейчас в Москве у нее свой коллектив она тоже там работает и преподает у нее свои направления какие-то очень интересные которые она преподает и танцует и что-то делает но это вот самые знаменитые имена есть ученики которые сегодня и во Франции и в Германии и в Голландии если сейчас кого-то забыть все обидятся но я называю только самых главных но вообще любой человек который школу Антре заканчивает это человек с которым мы прожили огромную жизнь если он смог закончить эту школу огромный подарок а вот Антре что оно значит? ну вообще это очень просто достаточно мы искали название более-менее оригинальное какой-то чтобы какой-то бренд сделать тогда это было еще не особенно известно это понятие Антре четверть века назад очень просто в энциклопедии написано Антре это начало начало не в том смысле что начало чего-то а вот как например Земля это не просто почва это планета Земля Антре это точно так же начало или в цирке это маленькое представление маленькая заявка о том что будет дальше то есть выход на сцену начало выход на сцену вот Антре сейчас много разных Антре каких только нет но поэтому у нас сайт называется не Антре а Сар-Антре Сар-Антре Саратский Антре а о чем мечтаете вы? хох очень просто все элементарно достойное помещение для того чтобы сделать академию танцев не меньше полутора тысяч квадратных метров или не меньше пятисот миллионов чтобы все это построить меня сумасшедшим считает но тем не менее но тем не менее спасибо вам большое да это вам Андрей Альбертов спасибо